Вот мы сейчас едем там договариваться обо всем, а соответственно, не знаю, может завтра, послезавтра, как успеем все закупить, поедем дарить это все дело. Ясно, ясно. Мне там чем помочь там или что? Да нет, там Саша на большой машине, мы с ним договорились и больше ничего там не надо. О существовании детских домов знают совершенно все. А именно это, ну просто я сам вырос в Рождественной и прописан в Рождественной. А Сиверская, ближайший дом к Рождественной, соответственно, детский дом, это Сиверская. Это там, по-моему, 7 километров. Ну, я позвонил, связался. У меня возник вопрос, потому что я помню свое голодное детство, когда оно у меня было без велосипеда. И это кошмар, когда у ребенка нет велосипеда летом. А у кого-то он есть, это еще, как сказать, больнее. В общем-то, ребенку-то, по большому счету, как маленькой обезьянке, много-то и не надо. Для того, чтобы найти себе занятия. Камушки, песочницы и так далее. Но велосипед, это уже следующий уровень, это вообще круто. А там, оказывается, дети даже не умеют кататься на велосипедах. Поэтому, вот, Галина Алексеевна сказала, что обязательно шлемы, обязательно налокотники, наколенники. А у нас есть благотворительная программа, в ленремонте есть. Мы помогаем многодетным детям. Там, вот, мать-одиночка, там, други, там, многодетная семья. В Рождественной я им помогаю. Кто обращается, помогаем. То есть, ну, опять же, там, клиенты, когда обращаются к нам, там, опять, те же, там, один мать и одиночка, многодетная семья, к которым нужен холодильник, потому что иначе испортятся, там, молочные продукты. Мы ремонтируем их бесплатно, либо за полцены. Я всем мастерам об этом говорю. Если видите, что пришли, у людей все плохо, соответственно, делайте, сколько считаете нужным, возьмите с них. В ленремонте можете не сдавать деньги, мы, я не хочу зарабатывать на таких людях. Поэтому благодательная программа, она была вот такая, вот, так скажем, когда что-то кому-то кто-то просил, или когда я видел, кому нужно помочь. А так, целенаправленно, еще мы не помогали, а теперь я подумал, что нужно помогать людям, тем более детям в детских домах, вот, и какая-то благодарность должна быть с нашей стороны, благотворительная, полноценная программа. Но это благодаря нашим клиентам, которые верят в ленремонт, делают у нас заказы, соответственно, у нас есть доход, и мы этот доход могли бы, наверное, потратить, и я купил бы себе, как мне все советуют, большой джип, но жигули последней модели меня вполне устраивают, и есть более какие-то важные, добрые дела, которые нужно сделать. Просто так смотришь иногда, там, и у меня в поселке, и везде в городе, там, вот, смотришь, как машина стоит, там, 5 миллионов, там, 3 миллиона, 2 миллиона, эту квартиру купить может, целое состояние, в общем-то, да, человек просто на машину купил. Вопрос, когда я разговаривал с одним человеком, я говорю, а как там, вот, помочь кому-то, нафига нужно, я, это мое, я никому не должен помогать, я должен все успеть потратить на себя. Да, то он закон не нарушает, когда тратится деньги на себя, и он в этом, я думаю, что прав, каждый живет свою жизнь так, как он считает нужным. Но у нас не все равно не получается, заработать денег у нас не получается, потому что мы открываем новые точки, новые направления, такого нету, что у нас копится, и мы не знаем, куда бы нам деть деньги, а давай поможем людям. Нет, такого нет, к сожалению, а это изоборот, изымаем, бухгалтерия ворчит, что вот нужно нам и счета закрывать, и вот эти, и вот эти, но я убедился, все-таки, что может быть, я не знаю, насколько часто будет такая программа у нас, но это должно быть в любом случае, там тяжело, но кому-то не должно быть корыстных целей, хотя я хочу снять ролик обязательно и попробовать, если его пропустят, показать на телевидении, что мы это подарили, для того, чтобы люди видели, что, во-первых, что предприниматели все-таки это не те, кто старается купить себе джипарь и все потратить на себя как можно быстрее, только себе, а что это люди, которые хотят что-то какие-то добрые дела делать, чтобы другие предприниматели, те люди, у которых есть деньги, подумали, круто, круто не на джипе ездить, круто не куда-то там себя возить на какие-то там теплые берега, а круто помогать детям, например, в детских домах, круто вообще помогать, и видишь, человеку нужна твоя помощь, помоги. В первую очередь, конечно, деньги нужны, деньги нужны в первую очередь людям, а они уж сами разберутся, на что их потратить. У человека стоит дилемма, то есть он включает телевизор, и там вот сериал какой-нибудь, и там вот все, там медсестры и все-все живут в шикарных условиях на дорогущих машинах. Человек выходит на улицу и видит вот эти дорогущие автомобили, которые стоят несколько миллионов. Складывается впечатление, что все только и думают, как бы хапнуть, цапнуть и себе бы забрать. Это неправильно, на самом деле неправильно, нужно показывать эти дела, вот, у нас получилось заработать эти деньги, вывести их с обороты, мы делаем благое дело. Надо все-таки проверить велосипеды на всякий случай, ну-ка, а то дарим вот так вот, мало ли, тормоза не работают, еще что-то, потом будет неудобно. А что такое велосипед для ребенка? Это счастье, я себя помню в этом возрасте, у меня не было велосипеда, там, ну, потому что в деревне там они как-то у нас это продавались, а не продавались, а денег не было самое главное, чтобы его купить. Ну, тормоза есть, все, грузим. Вот, и поэтому я это знаю, что такое, вот, не иметь вот этой вот возможности ездить на маленьких колесиках ребенку, соответственно, вот я, поэтому мысль это родилась именно велосипед и самокат именно в детский дом. Сегодня мы сделали большое дело, на душе тепло, радостно, и солнышко сегодня как раз подстать. Мы сейчас будем выгружать, и чтобы они сразу катались на них. А дети вообще предупреждены или как? Вы знаете, я не предупреждала. Я не знаю, откуда они знают. У нас Максим устроился только водителем, через два часа знали все дети. Откуда? А потому что твоя племянница учится в школе. Да и ладно, узнали хорошо. Будем просто доставать, дарить, а потом разговаривать уже. Сейчас где воспитатели? Ждем воспитателей. Не, не, мы ждем воспитателей, чтобы был какой-то самый, а то сейчас мало ли кто куда уедет, упадет еще, чтобы был подконтрольный воспитатель какой-то. Детям в детском доме подарили велосипедики, самокатики, скейты, ролики. Мой, этот свет будет мой. А, все, я понял. Знаете, самокатики. Кому самокатик берите? Они начинают кататься, просили одеть им шлемы. Вот где-то там в коробках шлемы, на локотнике. Не, можно было бы самокат. Самокат возьми, вот большой самокат. Классно, Паша. Не считайте, кто не знает, что вы, скажите. Да, это ни к чему, детям нужны самокаты, какая им разница. Я никогда на доске не ездил. Не, ну его нафиг. Надо тренироваться тут. Подарили им это счастье, то, что они хотели, то, о чем они мечтали. Мы спросили, что им нужно, нам сказали, и мы это сделали. Мы очень рады тому, что это произошло. Я рада, что это благодаря вам, дорогие, наши любимые клиенты, за то, что вы делали у нас заказы. Спасибо вам. Как? Тебе нравится самокат? Я уже на нем каталась. Когда ты успела? На одно уже. Педаль ты дотягиваешься, все, теперь... Видите, каменки согнуты. Вот, да. Вид, ездил хоть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Только не отпускаю. Не, 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 не буду. Вон ты вообще едешь, круто. Руль классный. О, нифига себе, ты еще даже звонить можешь сразу. Почему это снимает ролик? Для того, чтобы было модным помогать детям, чтобы когда встречались, допустим, предприниматели, директора заводов, они не спрашивали друг у друга, на чем ты сейчас ездишь, да, они спрашивали, а кому ты помог? Я помог детскому дому, а я помог трем детским домам. И все бы подумали, вот это, блин, мужик, вот это крутой, вот, 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 вожуха, вот, прям вот. Ну, надо поговорить с воспитателями все-таки еще, там, они просили договор записать, заподписать. Ну, не будем торопиться. Тебе вообще ничего не страшно. Сильно не затягивай тоже. Там не очень сильно как-то нужно. Классно, вот, все, вот так надо. Молодец. Вот эта штука, не знаю, она не мешает. Спасибо. Пожалуйста. И я тоже самое, спасибо. Да, да, опять. Знаешь, как, вот так надо, смотри, вот так, вот так, потом вот так, не так, нет, ну, можно это, нет, вот, вот так, потом вот так, а потом так. Я хочу, чтобы это было модным трендом. А может быть, кто-то это и делает, но этого не видно, и я об этом не знаю, во всяком случае, и мои знакомые так не поступают. Вот, как я сейчас сделал. Надеюсь, что они теперь будут так делать. Спасибо за вас и привет. Здравствуйте, хорошими, большими и отличниками. А я смотрю, пожалуйста, да. А я смотрю, тут все спортивные, все сходу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. А теперь разъехали все, разъехали, разъехали, поехали, поехали, поехали. Ну приятно, что счастливые лица, счастливые дети, все довольны, все так обрадовались, воспитатели обрадовались, все обрадовались. Конечно, приятно, всем приятно. Мы очень рады, что вы привезли такие хорошие подарки нашим детям, потому что они очень долго ждали с велосипеда. Посмотрите, какие они активы. Надо следить за Лизой. Ну самое главное, что дети очень довольны, что они вот такие счастливые, веселые. Для них это большого стоит, когда вот так вот. Да, все отлично, в детском доме хорошо, все счастливы, я счастлив, так что еду. Задержусь, да, задержусь сегодня, но еду уже в общем. Ну тут 100 километров, не знаю, тут за полтора часа, я думаю, доеду.